Более 200 тысяч новогодних подарков приготовлено для школьников Волгоградской области в нынешнем году. Причем количество получателей сладкого презента выросло. Он будет вручен всем учащимся общеобразовательных учреждений с 1 по 8 классы. Продолжение темы у Станислава Лопатина. Согласно распоряжению губернатора, новогодние кондитерские подарки будут направлены не только в школы, но и в интернаты, социальные и реабилитационные центры. Сладости получат также дети студентов и аспирантов, воспитанники семейных воспитательных групп. Кстати, прошлогоднюю ситуацию, когда в общеобразовательных учреждениях без подарков остались ребята с 5 по 8 класса, решено изменить. Если в 9 и 8 годы были жалобы на качество подарка и на его вес, то в прошлом году мы увеличили количество средств на отдельно один взятый подарок. То есть там большее количество шоколадных конфет мы сделали, качество улучшили. Но смогли охватить только первые и четвертые классы Волгоградской области. Пошли жалобы, соответственно, почему старшие классы не получают. Ну, в этом году решили вернуться стоимость подарков на 100 рублей, но зато охватить уже всех. В целом на приобретение детских новогодних подарков из бюджета региона было выделено 16 миллионов рублей. Конкурс на поставку сладостей выигрывала самарская фирма. Соответственно, все кондитерские изделия прибыли из того же города. Большая часть подарков уже переправлена в образовательные учреждения муниципальных районов области. Подарки качественные, нам привозили на экспертизу. Все соответствует тем заявленным техническим заданиям требования, которые мы выставляли. Ну, а финальную точку, я думаю, поставят сами дети, когда на Новый год вскроют подарок, посмотрят его, покушают и будут отзывы. Мы потом соберем обратную связь. Часть подарков будет роздана детям во время благотворительных новогодних представлений, в том числе и губернаторской елки, которую областной комитет по делам молодежи проведет 27-28 декабря для воспитанников детских домов и школы-интернатов, а также отличников учебы, творчества и спорта. Станислав Лопатин, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».